Здравствуйте, товарищи! Большое спасибо вам за внимание, потому что мы живем в такое время, когда хочется посоветоваться с товарищами и решить, как действовать, что делать в этой ситуации. В ситуации, в которой сегодня оказался народ России, трудящаяся России, и в той ситуации, которой, конечно, трудящихся устроить не может. Я думаю, что если раньше были какие-то надежды на то, что, дескать, ну вот сейчас как-то наладится то, что нам наобещали в 90-е годы и в начале, и в конце 80-х, и вот как-то устаканится, и тогда вот что-то исправится, но что мы наблюдаем? Становится все хуже и хуже и хуже. И все больше людей понимает, что необходимо самим начать предпринимать такие действия, которые могут изменить обстановку в стране. Надо сказать, что и опросы это отражают. Опросы у нас проводились по поводу того, что вот, а кто за то, чтобы пришел Сталин и навел порядок? Ну вот до последнего года было их меньшинство, а в этом году их уже таких людей, большинство. Но эта точка зрения, я не думаю, самая хорошая, потому что все люди хотят, чтобы кто-то навел порядок, а социализм это такое общество, которое не сверху создается, а снизу, и порядок надо наводить самим. Поэтому я, во-первых, хочу обратиться ко всем тем, кто протестует против ухудшения жизни народа. Обратиться в связи с тем, что эта позиция, хотя она и правильная, ну правильно надо протестовать, не соглашаться с ухудшением, но она совершенно пассивная, и она никакому изменению в жизни не ведет и вести не может. Меня бьют, а я протестую, у меня все отнимают, а я протестую, жизнь мою ухудшают, а я протестую. Вот у нас провели сейчас реформу, кто не знал или не знает, что 80% народа против этой пенсионной реформы, а ее правящий класс провел. Сколько денег отнимут у тех, кто еще только собирается или кому предстоит пойти на пенсию? Ну раз в 5 лет, 5 лет это по 12 месяцев, это 60 месяцев. Пенсия у нас 14 тысяч средняя. Умножайте 14 на 60 и получите 840 тысяч рублей. У каждого из вас, это не у тех, кто уже пенсию получает, а у тех, кто не получает, у молодых людей. Уже заранее забрали, уже продумали, как будут с ними поступать, когда они будут уже в возрасте 60 лет. И в отличие от нашего брата, который в 60 лет начал получать пенсию, вы получите в 65. То есть с вас заберут 840 тысяч рублей. Куда? Ну вы же прекрасно понимаете. Решили теперь, дескать, у вас заберут, а что будет с этими деньгами? Мы не знаем. Кто там будет ругать? Мы не знаем. Что мы не видели, не проходили гайдаровские реформы. Не знаем, что как можно забрать все деньги, которые были в сбербанке. Можно забрать было фабрики и заводы. Поэтому никакие обещания такого рода, что потом мы как-то это наладим, не проходит. Поэтому задача состоится сейчас в том, что надо прекратить просто протестовать. И если я протестую, я против. То есть я совершенно не говорю, что я буду делать. То есть я себе самому не задал вопрос, что я буду делать. Поэтому надо уйти от этой пассивной формы сопротивления, которое никогда победы трудящимся народу не даст. Надо наметить, что мы будем делать. В этом плане каждый забастовщик, каждый забастовщик на любом заводе, который делает забастовку, он на голову выше. Почему? Потому что он сначала сформулировал требования, выдвинул их к работодателю. А если работодатель не согласен, тогда он начинает бастовать. Причем забастовки у нас предусмотрены законом, и конституции они предусмотрены. И законом предусмотрена там целая процедура разрешения коллективных трудовых споров. Я пользуюсь случаем сообщить вам, что на канале Фонда Рабочей Академии висят мои лекции по двум курсам. Один называется «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования», где я там подробнейшим образом разъясняю, виражовываю, как сделать все по закону, чтобы можно было улучшить свою жизнь на предприятии, по крайней мере. И второй курс – это политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Что кажется, что это вы только боретесь за улучшение жизни на своем предприятии, но проблемы у нас одинаковые. У всех зарплаты падают, у всех удлиняется рабочий день, у всех ухудшаются условия труда, у всех отобрали пенсию и так далее. Поэтому, а некоторые думают, что соберется какой-нибудь единый забастовочный комитет, и он решит, и будет всеобщая забастовка. Такого никогда не было, не бывает и быть не может, потому что забастовки идут по предприятиям. И подъем забастовочного движения – это вот тот политический момент, в который могут создаваться и новые органы власти. И как они создаются? Представители забастовочных комитетов образуют советы, и вот эти советы, они могут уже претендовать на взятие государственной власти. То есть, дорога тут вперед вполне ясна. И эта дорога связана с тем, что люди сами должны научиться бороться за свои интересы, или, по крайней мере, успеть перехватить эстафету, палочку взять у тех, кто еще умеет проводить забастовки, заключать коллективные договоры. Я бы что хотел сказать в связи с этим, хотя это кажется уж очень неполитичным, что я сейчас буду говорить, я буду говорить о коллективных договорах, потому что одно забастовочное требование – повысите мне зарплату, вам повысят на копейку. Если человек не продумал просто повышение зарплаты, да, сократите мне рабочее время на одну минуту. У нас, например, написано в трудовом кодексе повышение уровня реального содержания заработной платы. В двух статьях, в 130 и в 134 государство гарантирует повышение реального содержания уровня заработной платы. А в 134 – обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Норм никаких нету, количеств никаких нет. Все количества, дескать, включайте коллективные договора. Что такое коллективный договор? Это комплексное требование, которое позволяет вам рассмотреть все стороны своей жизни, как трудящегося, и выставить требования по всем этим параметрам. То есть, если человек всерьез думает о том, что нужно сделать в жизни, чтобы эту жизнь улучшить, он должен начать с того, чтобы составить коллективный договор. И вот тут я должен сказать, что наши товарищи, которые это поняли, таких товарищей очень много, которые это поняли, они тут застряли. И застряли они потому, что они решили как бы начать все с нуля. Это все равно, что физику начать с нуля. Вместо Ньютона еще попытаться сделать то, что Ньютон, вместо Эйнштейна то, что Эйнштейн и так далее. Химию вместо Менделеева начать придумывать систему элементов заново сначала. То есть, надо сделать в отношении коллективных договоров то же самое, что делается во всех науках и вообще в практике. Вот вы приходите на завод, и вас обучают, и вы должны ту культуру производственную, которая была, впитать в себя и встать тем самым на плечи тех, кто был до вас. Или вот, скажем, Ленин так говорил, кто-то хочет быть великим, то должен встать на плечи великих, а иначе мы будем ходить все время под столом. Вот почему. Значит, есть у нас люди, которые знают, как составлять коллективные договора. И есть коллективные договора, которые составлены. Есть фонд рабочей академии, который вывесил эти лучшие, одни из лучших в России, коллективные договора. Заходите на сайт фонда рабочей академии, и там вы найдете коллективный договор акционерному обществу «Первый контейнерный терминал». Этот коллективный договор уже выполнен. Причем выполнен и следующий коллективный договор до 2017 года, который был заключен. Характеристики этого коллективного договора. Там есть и повышение реального содержания зарплаты, и там есть не учет мнения, когда ваше мнение послушали, а сделали не так, как вам надо, а так, как вам не надо. А там согласование с профсоюзом. Нельзя уволить никого без согласования с профсоюзом. А если этого нет, а если можно любого уволить в любой момент, то все ваши там хорошие слова и наметки в коллективном договоре вообще никому, то есть вам-то уже не нужны, вы-то уже тут не будете работать. Поэтому первое, что нужно сделать, это записать в коллективный договор, чтобы было согласование с профсоюзом или с представительным органом работников. А что это за представительный орган работников? Если у вас профсоюз толковый, он может быть представительным органом работников, нет такого профсоюза, значит, переизберите руководство. Не можете переизбрать, создайте новый профсоюз. Но для того, чтобы этот профсоюз был большой силой, надо, чтобы он предложил что-то такое трудящимся, что улучшает их жизнь. А не просто говорить, вот мы тут члены профсоюза. У нас много всяких разных профсоюзов. Это никого этим не удивишь. Или вы создаете фабрично-заводской комитет. Вот три человека. И профсоюзы не обязательно регистрировать. И фабрично-заводские комитеты не обязательно регистрировать. Вот вы три человека собрались и начинаете действовать по своей инициативе. Самое главное – проявить инициативу. Если инициативу проявляет один, это уже не просто один, это уже пост. А если это два человека, это уже группа. А если три, это уже организация. Три человека собрались, и вот начинают они эту работу. Какую работу? Что нужно сделать? Я хочу обратиться не к трем человекам, а к одному. К тому, кто понял, что надо составлять коллективный договор. Но чтобы его составлять, надо взять кому-то сеть и составить проект. А как составить проект? Не надо изображать из себя ни Ньютона, ни Менделеева. Нужно взять проект докерский или тот, который висит на сайте Фонда Рабочей Академии, или более поздний, на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Но я хочу сказать, что вот хоть он более поздний, но условия борьбы за этот коллективный договор были хуже, и он по некоторым параметрам ниже, чем имеет показатель. Чем то, что в коллективном договоре предыдущем. Вы берете этот коллективный договор, кладете его на стол, вместо, в тенотитульном листе, вместо того, что там написано, да, ну копируете, конечно, сохраняете себе уже, как проект коллективного договора своего предприятия. А потом начинаете то, что к вам не относится, вычеркивать, выбрасывать из этого проекта и вставлять туда то, что вам нужно. Что нужно вычеркнуть? То, что относится к специфике докерского труда, все убрать. Почему? Ну, потому что вы не докеры, что вы туда будете писать? И не ауди-диспетчеры, и не летчики. Давайте туда то, что не относится к использованию парашютов и так далее, к другим вещам, это оттуда уберем. Убирать, как говорится, ломать не строить, убирать совсем недолго. Идете и убираете то, что к вам не относится. Но структура и форма вообще коллективного договора такая, это договор между работниками вашего АО, ЗАО или другого предприятия или организации и работниками этой организации. И в тексте должны стоять работники, а не конкретно какие-то люди. Потому что специальности у вас на предприятии самые разные есть. В любой организации самые разные специальности, это все работники. Работники пишите с большой буквы, работодатель с большой буквы. Между работодателем, вот вашим предприятием и работниками на какой период? Ну, 19-й уже пошел год, Уже на 19-е и опоздали. Значит, на 20-й тире 22-й год. На 3 года. А потом можно продлевать еще на 3 года. Но продлевать – это отдельная борьба. И вот что там должно стоять? Там, где речь пойдет о издании локальных нормативных актов, там должно согласование быть с представительным органом работников. Раз. Там, где речь пойдет о рабочем времени, там должно быть указан переход к 6-часовому рабочему дню. Только тогда мы как-то сбалансируем. У нас отняли 5 лет трудового стажа для выхода на пенсию и заставили больше работать по времени. Значит, надо дневное время подсократить, чтобы баланс рабочего времени был тот же самый и даже не все равно уменьшился. Чтобы жизнь не ухудшалась, а улучшалась. Надо записать так, что в первый год, 20-й год, подготовка к сокращению рабочего времени до 6 часов. 21-й год – переход к 7-часовому рабочему дню и 22-й год – переход к 6-часовому рабочему дню. Теперь нужно указать конкретную цифру повышения уровня реального содержания заработной платы. Как это сделать? Если вы просто напишите «повышать зарплату», у вас зарплата будет повышена, а, как вы знаете, наш дорогой Центробанк борется за то, чтобы была все время инфляция. Он раньше планировал 4%, сейчас запланировал 5,5%. Поэтому, если вы думаете, вы просто напишите «повышение», у вас повышение будет, допустим, на 3%, а инфляция будет на 5,5%. И у вас будет снижение уровня реального содержания зарплаты. Жизнь будет хуже, хуже, хуже. Поэтому, что нужно сделать? Повышение номинальной заработной платы на индекс инфляции плюс 6%. Почему 6? Потому что вам же еще переговоры вести. Может, переговоры приведут к тому, что не на 6 будет, а на 4, или на 5, или на 3, или на 2. Но должно быть во всяком случае больше, чем инфляция. Это раз. Во-вторых, мы должны опираться на некий опыт, который есть. Опыт у нас, например, есть такой, что дальневосточные докеры записали себе в коллективном договоре следующую норму – повышение номинальной зарплаты, ежегодной, в первом квартале, на индекс инфляции плюс 5%. Есть такое? Уже сделали. Но если вы не просили, не требовали, не добивались, не боролись, так никто вам же не будет. Почему? Потому что те, кто являются бедными, они, естественно, хотят быть богаче. А вот те, которые являются богатыми, они не просто не собираются помогать бедным, а хотят стать еще богаче, чтобы отнять у вас еще что-нибудь и стать еще богаче. Поэтому вы не надейтесь, что кто-то улучшит вашу жизнь. Никто вашу жизнь не улучшит. Освобождение рабочего класса и сделает руку рабочего класса. Что вы должны еще вставить в проект коллективного договора? Все, что у вас отняли по условиям труда, все блага и преимущества, которые были записаны в связи с тем, что у вас вредные, опасные, тяжелые условия труда, все вернуть назад и улучшить, наоборот, положение. Если вы хотите идти на переговоры, надо с ГАКом всегда предлагать, правда? Поэтому впишите туда то, что у вас отняли, и добавьте еще от себя то, что вы еще требуете. Потому что надо улучшать условия труда, потому что плохие условия труда – это короткая жизнь. Это надо совершенно понять. И это все, я думаю, понимают. Вот все это надо вписать. А все, что вы считаете у докеров толкового, там записано еще, это надо все оставить. И у вас получится, у вас проект. Когда у вас получится проект, что вы должны сделать? Вот если вы пойдете с проектом, а в нем, допустим, 60 страниц, от вас будут отмахиваться. Правда? Скажут, ну, люди замученные, они ни во что не верят, а вы тут с этим проектом ходите. Что вы должны сделать? Вы должны, ну, во-первых, вы должны быть не один уже, вы найдите себе хоть пару человек подмогу. Так, и с этим проектом вы идете в коллективы. Ну, если вы с проектом придете, вы в обеденный перерыв можете прийти, когда вы не нарушаете рабочее время. А в обеденный перерыв люди жуют, у них бутерброды, им нужно перекусить, иначе они не доработают. Поэтому как-то надо подумать тут о краткости. Для этого нужно делать так. Вы сделаете выжимку на одну страницу. Это тяжело сделать. Некоторые товарищи, с которыми я работал, я им говорю, сделайте на страницу. Нет, присадают на полторы. Ну, я им там урезаю это все, вот оставляю одну страницу. Но сделайте самое хорошее. Самого хорошего от вас немного, чтобы согласовать в нашем проекте, который мы предлагаем. Нельзя уволить никого без согласования с представителем органов работников. Раз. Предполагается повысить заработную плату на индекс инфляции плюс 6%. И предполагается за три года перевести с 20 по 22 год на 6-часовой рабочий день. Вот три вещи. Это мало. Более того, вернуть все, что у вас отобрали в связи с соут. Это вот изобретение, которое состоит в том, чтобы начать нанимать всякие фирмы, когда работодатель платит за то, чтобы написали, что вы работаете на свежем воздухе, у вас кругом пальма и берег моря. Вот. Лазурная гавань. И поэтому у вас надо брать все, так сказать, и за вредность, и дополнительные выходные дни, и дополнительные дни к отпуску, и так далее. И сокращение рабочего времени. Вот все это надо вернуть, и еще и добавить от себя какое улучшение. Вот это должно быть. А все остальное у вас есть. Вот вы напишите на одну страницу, что есть хорошего. Но если вы пришли и рассказываете, а у вас с собой нет самого проекта, вам не поверят, я бы тоже не поверил, мало ли там ходят всяких людей, все обещают, сколько у нас колдунов бродит и прочих всяких людей, поэтому надо приходить с проектом. Вы пришли в отдел или в цех, в обеденный перерыв, рассказали, отдали, экземпляр, пусть читают, кто хочет. Всегда найдутся в цеху, которые прочитают. А всем остальным, ну вам трудно что ли, ну потратьте вы пачку бумаги, да напечатайте на 200 человек, пачку бумаги 500 страниц, да вы 500 этих выжимок из коллективного договора сделаете и отдайте. Поэтому если у вас есть проект, можно уже с ним ходить и действовать, и пока собирать какую пролетарскую армию, собирать армию, которая будет за это выступать. Никогда армии не идут, ни в какой бой, пока они не наберут сил. Не надо ни к каким администрациям ходить, не надо ничего требовать, не надо ничего заявлять. Если вы, если мы видим, что люди, им не платят зарплату, они продолжают как ни в чем не бывало работать. Ну как вы работаете? Вот кто должен работать, если вам не платят зарплату? Крепостные. Ну если у вас барин, ну к нам барин надо и работать. При чем тут зарплата? Никаких зарплат. Барщина. Ну как вы, вот люди, которые жили при социализме, или помнят, или хоть родители рассказывают, вы что делаете-то? Как вы работаете бесплатно? То есть, хотя есть закон буржуазный, в Трудовом кодексе записана 142-я статья, если вам не выплатили зарплату, то через 15 дней, больше чем 15 дней не выплатили, ну вы бумажку подайте, зафиксируйте, что ее получили. Если так не берут, так через почту, с заказным письмом, с издавлением о вручении, что я приостанавливаю, не останавливаю, как это вы можете остановить, вы работаете же, правда, работаете. Приостанавливаю работу до выплаты зарплаты. Ну как вот вы понимаете договор? Мы два человека, мы договорились. Я работаю, вы мне платите зарплату. Вы не платите, я не работаю. Ну правильно, что тут непонятного? Нет, работать, что с ними будешь делать? Не знаю, что делать. Леонид говорит, что пулеметы что ли ставить? Против тех, кто работает без зарплаты. Ну что делать? А потом сами начинают голодать. Да не сидите вы. Что написано? Прочитаете вы 142 статью, потратите 200 рублей на этот самый, на трудовой кодекс. Потратьте 200 рублей, а получите много-много. Тысяч. Там написано все, что вы можете не находиться на рабочем месте, но я бы рекомендовал находиться. Сидите на рабочем месте, читайте капитал Маркса, читайте трудовой кодекс. Вам некогда было его читать? Как раз и почитайте. Вам должны принести бумажку, согласно 142 статье, в которой будет написано, уважаемый Иван Иванович, выходите завтра на работу, вам завтра будет выплачена зарплата. И не будет вам этой бумажки, значит, вы не выходите, вы не обязаны сидеть. Если вы нашли себе временную работу, пока там еще бумажки вам не прислали, идите и работайте, получайте зарплату в дурном месте. А как только бумажка придет, вы скажете, ну все, я иду на свою постоянную, и продолжайте. Ну, надо пользоваться правом, в том числе и буржуазной демократией, уж коли она есть такая. То есть, буржуазная демократия, это чье завоевание? Это завоевание не только буржуазия, это завоевание, потому что во всей революции всегда боролся-то кто? Рабочий класс, крестьянство. Поэтому и в буржуазную революцию, и все эти свободы, они тоже добыты вовсе не капиталистами, а за трудящимися. Свобода состоящая в этом. Так что, используйте, пожалуйста, это. Значит, итог. Что нужно сделать? Каждый человек, который за советскую власть, каждый человек, который за трудящихся, за народ болеет, должен сесть и составить коллективный проект, коллективного договора своего предприятия. Если он этого не сделал, ну, он как бы условно борется за светлое будущее. Условно. Потому что, условно, все мы борцы. А сейчас наступило такое время, когда надо быть не условным борцом, а борцом на деле. Вот сейчас есть, во всяком, во всяком момент появляется ключевое звено, за которое надо взяться, чтобы вытащить всю цепь. Вот ключевым звеном люди, которые хотят построить плановую экономику, если они не умеют составить коллективный договор, никогда не смогут наладить плановое хозяйство. И наоборот, люди, которые составляли коллективные договора и боролись за них, в том числе забастовки организовывали, позитивные, а не глупые, так сказать, протесты. И меня бьют, а я протестую. У меня все отнимают, а я протестую. Ну, жалко меня. И все. И больше ничего. Это совершенно пустое дело. Если я говорю, куда я не пойду, сколько вариантов, куда я пойду? Ну, компас, видели? Если я, так сказать, 30 градусов на компасе обозначил, а все остальные направления, это куда я не пойду, куда я, может быть, пойду. Непонятно вообще, кто как будет действовать. Поэтому это единство, когда все протестуют, это совершенно пустое, никчемное единство бездельников, которые не хотят ни за что позитивно бороться. Не надо уподавляться этим бездельникам. Пожалуйста, товарищи, составьте проекты коллективных договоров. Если нужно будет помочь, фонд рабочей академии и рабочая партия России эту необходимую помощь окажут. Все наши телефоны вывешены, в том числе домашние. Никакого секрета нет. Звоните. Ну, если вы ничего не делаете, то не звоните. А что звонить? Жаловаться? Да что жаловаться? Пожаловаться можно вот сколько угодно. На лавочках будет, как солнце зайдет, потеплее будет, там любой старушке можно будет пожаловаться на нашу жизнь. Не уподобляйтесь этому. Спасибо за внимание.